Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня хотел бы показать вам 5 партий, сыгранные в трейтинг-туре турнира London Chess Classic, который вот сейчас проходит в столице Великобритании, и, как вы знаете, первые два тура, в общем-то, не до конца оправдали ожидания, результативность составляла всего лишь 10%, и сами партии были качество невыдающегося. Касательно третьего тура, можно сказать, что он получился намного интереснее, чем первые два, хотя результативность возросла ненамного, но при этом качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Ну, теперь давайте обратимся непосредственно к порте. Пожалуй, начнем с партии Майкла Адамса против Ливона Ароняна. В первую очередь по той причине, что, раз таки, в этой партии происходило наименьшее количество интересных событий, но при этом и качество игры сильно не пострадало. Майкла Адамс сыграл белыми, была разыграна испанская партия, и в последнее время Ливон достаточно часто уклоняется от Берлина, а вот и снова получилась у нас классическая испанка. Ну и Аронян показывает в очередной раз веру в крепость устроев черных в контратаке Маршалла, играет 2-0, после 3D5, разумеется, получает от Табиа контратаке Маршалла. Ну, в данной партии Майкла Адамс сыграл ход А4, одна из разновидностей Анти Маршалла, но, если честно, меня это решение несколько удивило, потому что достаточно широко известно, что позиция после Б4, Д4, Д6, то есть получается типовой эндшпель, и Ароняна его всегда разыгрывает очень хорошо, то есть у него есть, если я не ошибаюсь, две очень хорошие партии, в том числе против Чепанамира, Магнуса, Карасона, либо прямо в этом варианте, либо в очень похожей структуре, он отлично чувствует эти позиции. Ну вот, в партии была сыграна ДЕ, ДЕ, Ферз Д8, Ладья Д8, Кунь Д2. Ну, в целом, притязание белых на небольшой перерез здесь связано с тем, что на коржевском фланге позиция, как вы видите, симметричная, а на ферзовом фланге белые пытаются извлечь какую-то пользу из того, что они контролируют пункт С4, достаточно важно. С другой стороны, у черных есть на ферзовом фланге перевес пространства, что тоже недооценивать нельзя. Ну и пункт С5, хотя он и не выглядит настолько привлекательным, как пункт С4, но тоже перевод коня через Ф6 на Д7 на С5 достаточно распространённая идея. Слон Д6, А5, А6. Ну, пока профилактические ходы, не буду на них особо заострять внимание, потому что время ролика ограничено. Слон С4, вот здесь очередной тонкий ход в стиле Ливона в этих структурах, Ладья Е8. Дело в том, что Ладья Е8 с идеей слон Е6 выглядит немного странно. Казалось бы, белым выгоден размен белопольных слонов, чтобы конь С4 чувствовал себя в безопасности. Но на самом деле, в позициях подобного типа, слон С4, хотя он условно плохой, потому что белые имеют пешку на Е4, в целом достаточно сильная фигура, потому что она контролирует, держит на прицеле единственную слабость в чёрных, а именно пешку А6. И поэтому, в целом, размен белопольных слонов в чёрном выгоден. К тому же, ну, если представить, что в этой позиции получился, все фигуры разменены получился, например, чистый ладейник, то вообще говорить не о чем, позиция абсолютно равная. Вот, Майк Ладамс сыграл конь Б3, слон Е6, слон Д3. Ну, на коне в Д2 самый принципиальный сильный ход конь Д4, то есть чёрный, ещё более увеличивается в перевес пространстве. В общем-то, поле С4 по-прежнему слабое, но контр-игра здесь после Ф3 конь Д7 полноценная. Поэтому Майк Ладамс решил убрать слона от размена, по-прежнему контролирует поле А6, но чёрные всё-таки выиграли темп, сделали полезный ход слон Е6, и проблем у них быть не может. Последовало ладья Е на Д8, конь на Д2, конь на Д7, вот, Аралян повёл своего коня в противовес фигуре белых на С4, конь С4, конь С5, смен-размен, слон Е3, слон Е3, конь Е3. Ну, эта позиция равная, потому что единственный микро-плюс белых здесь заключается в том, что они давят на пешку А6, но Аралян продолжил играть в энергичной манере, провёл Б3, выдёргивая опору из-под слона Д3. Пришлось белым отвечать слон Ф1, конь Д4, продолжая играть в том же активном стиле. В самом деле, в этот момент даже казалось, что чёрные могут при удачном раскладе перехватить инициативу, но в итоге, после ЦБ, конь Б3, ладья А3, ладья Д2, ладья Е2, оказалось, что своей активности реванскому гроссмейстеру ничего извлечь не получается. Слона Ладья Е2, слон Е2, конь Д4, конечно, поле Д4 очень удачная стрелянка для чёрного коня. Слон Ф1, король Ф8, ладья Ц3, ладья Б8. То есть, у беих сторон, по сути, по две слабости. В случае их размена, можно будет соглашаться на ничью. С другой стороны, не исключено, что в течение последних примерно пяти ходов Ронян допустил какую-то незаметную глазу неточность, то есть, я даже во время анализа с компьютером не смог понять, что произошло, но вот в этой позиции после ладья Ц7, ладья Б2, в целом, можно сказать, что символически перевес на стороне белых, потому что Майк Ладен смог сыграть ладья А7. И это какая-никакая, но все-таки лишняя пешка. Ладья А2, ладья А6. То есть, конечно, у черных очень активные фигуры, как раз-таки фигуры белых, как легкие кони слон, так и ладья на А6, которая стоит перед целственной пешкой. Про них то же самое сказать нельзя, но не скучно, что материальный перевес здесь все-таки имеет какое-то значение. То есть, в примерном варианте ладья А1 Ф3. Если черные делают какие-то простые ходы, белую брать ладью на А8, играют А6, после чего пешка уже защищена слоном, у них становятся развязанные руки для каких-то активных операций. Поэтому черным необходимо играть здесь же 6, ладья А8, король Е7, А6 и Ф5. Немедленно создавая контуры игры. В этом случае черные довольно легко удерживают равновесие. Тем не менее, английскому господиннистеру это не стоило попробовать этот шанс, потому что в партии после А4 ладья А2 просто произошла тотальная разгрузка, и соперники через несколько ходов согласились на ничью. В качестве оправдания для Майкла Адамса можно сказать, что в промежутке между 15 и 20 ходом он потратил довольно много времени, и к 30 ходу уже оказался в, так сказать, прицветнотном состоянии. Вероятно, решил не связываться вот с этой позицией, в которой при должном невезении можно недооценить динамические ресурсы соперника и вообще проиграть. Ну вот, так или иначе в этой партии каких-то серьезных ошибок допущено не было, а вот про оставшиеся 4 того же сказать нельзя. Они все были достаточно своеобразные. Ну, пожалуй, начнем с партии, точнее, продолжим с партии Игорь Щук Гири. В общем-то, на тот момент голландский гроссмейстер был единоличным лидером. Сразу скажу, что после 4-го тура ситуация изменилась, но пока мы смотрим партии 3-го тура, и вот в данной встрече, как и на самом деле больше чем в 50% партий на данный момент сыгранных в Лондоне был снова разыгран берлинский вариант испанской партии, причем в данном случае состоялся таки переход в берлинский анчбль. Но, опять же, не вижу здесь никакого смысла застрять внимание на теории, все это широко известные ходы. Ну, H5 основной ответ. Скажу, что в этом же туре чемпион мира Магнус Карлсон попробовал слон Е6. Тоже достаточно популярный ход, и в дальнейшем развивал чернополин слон С5. В общем-то получилось не очень удачно, и вряд ли эта идея найдет много последователей. Но H5 вполне нормальный ход, и Александр сыграл кунь Е2. Ну, как обычно, достаточно загадочные маневры происходят в Берныне. То есть, во многих вратах конь найдет себе стоянку на поле F4. Также, в некоторых случаях белые готовы растянуть пешную цепочку B3, C4. В первую очередь, это зависит от реакции черных. Вот, например, после B6 российский космейстер сыграл слон G5. И на C5 последовал достаточно неожиданный, но сильный ответ кунь C3. Опять же, если честно, я не могу достаточно много умных вещей сказать по поводу этой позиции, потому что Берлин не применяю ни за один цвет, и позиционные нюансы здесь достаточно сложные. Очевидно, после кунь F4 слон у белых не было разумного сильного продолжения здесь игры, потому что E6 в данном случае наталкивается на F6, и слон на G5 чувствует себя в неловком положении. В ближайшем будущем попадет под G5. Да, поэтому Грещук строгал от коня C3, также угрожая набросить коня на D5, но конь на C3 во многих вариантах расположен лучше, чем на F4. Проследовало слон Б7, ладиан на D1, слон F3. Черные нейтрализуют перевес белых в качестве пешечной структуры, но по-прежнему не полностью уравняли, потому что фигура белых расположена все-таки немного более активно. C6, не пускай коня на D5, конь Е4, конь еще другие пути, слон Е7, F4, слон G5, FG, король Е7. И после партии Александр признался, что примерно в этот момент закончилась его дебютная подготовка. Он помнил, что позиция в общем-то должна быть достаточно выгодна для белых, но зная Александра, он даже в тех дебютных вариантах, в которых он уверен, тратит очень много времени. Ну и в этой партии к 18-м ходу, в общем-то в позиции, которая была им уже проанализирована дома, все равно затраты времени были весьма велики, и вот к 18-му ходу, прошу прощения, к 19-му ходу у белых оставалось чуть более часа, а на следующий ход Александр после конь d6 король e6 потратил примерно час, немногим менее одного часа, что, конечно, при контроле 2 часа на 40 ходов без 30-секундного добавления, если честно, даже для такого мастера быстрой игры, как Александра Грещука непозволительная роскошь, тем более ход он сделал, прямо скажем, ну, необычайно естественный ход f4, очевидно, что вилка конь e3 здесь проходить не может, из-за f5 с дальнейшим накатом f6 и колоссальная инициатива у белых, то есть здесь черные могут просто сдаться, поэтому эту вилку конь e3 Александр никак не мог считать на протяжении часа. К тому же, если честно, не до конца понятно, какие у белых были альтернативы, конечно, можно было взять на f5, если король f5, черный король, прошу прощения, занимает шикарную позицию, белым, видимо, должны сворачивать игру путем ладья d7, ну, я не думаю, что таким вот бескровным способом Грещук собирался завершать бою в этой парте наверняка хотелось поставить проблему, но с этой точки зрения ход f4 хороший, но зачем же было тратить на него почти час. В качестве небольшого поощрения, скажем так, за настолько глубокое проникновение в позицию, Александр получил очень слабый первый же ответный ход со стороны соперника, и то ли в шутку, то ли всерьез после партии объяснил это тем, что он уже не мог ждать, когда его оппонент наконец сделает ход, и поэтому практически полностью потерял концентрацию, но вообще ход ладьян d8 достаточно странный, то есть у черных было два способа добиться равной или практически равной позиции, самым простым человеческим способом, который наверняка избрали бы, избрала бы большую часть сильных шматистов был ход конь d6, после чего белые действительно выигрывают пешку, но король на f5 как раз же говоря занимает отличную позицию, черные сразу же выменивают ладью, после чего после ладья d1, ладья d6, если белые бьют ладью, то после короля в4 теряют все вешки королевского фланга, победу рассчитывать не приходится, но после е, д8, пешка белых никуда не идет, черные просто возвращаются королем, забирают ее, получается ничей не пешка т.е. на самом деле не совсем понятно, чего здесь испугался аниш, если же он пытался наказать соперника за столь продолжительное раздумье, то вместо хода ладья а на d8 намного сильнее было ладья аж на d8, и в этой позиции после ладья f на e1 конь d4 черные получают в достаточно сложных вариациях полноправную контр-ыгру но аниш выбрал ход ладья а на d8 и это оказалось довольно грубой ошибкой и сейчас вы собственно увидите в чем же разница между ходами на d8 ладью а и ладью аж партия с ладья на d8 российский космейстер ответил ладья f на e1 приятное дело что брать на d6 нельзя из-за скрытого шаха и пешка d слишком опасно но если черные по аналогии с уже указанным вариантом играют конь d4 создавая угрозу конь c2 и угрозу вилки на f3 у белых есть сильный ответ король h1 уходя из-под коневой вилки на короля ладью черные предположим черные принципиально забирают на c2 хотя это конечно ошибка белые играют f5 король e7 f6 шах король e6 fg и теперь если мы сравним две позиции на самом деле видно что в этой позиции белые нападают на ладью поэтому ладья должна уходить и после ладья f1 у белых решающая практически матовая атака то есть на взятие пешки следует ладья f6 и черные явно не удержатся в позиции после ладья h на d8 это белые играют по аналогии ладья f на e1 конь d4 король h1 конь c2 f5 король e7 f6 король e6 fg ну fg конечно грубая ошибка и теперь черные просто забирают ладью поскольку ладья на h8 не под боем то никаких ужасов для них здесь вот а в партии александр завладел серьезным перевесом поставил ладья f на e1 и на несмотря на кашущуюся безопасность вот этой блокады на поле f5 черные неожиданно практически не оказывается ходов а белые могут усиливать позицию беспрепятственно в дальнейшем с грещуком конечно произошел несчастный случай я уверен что если у него было бы здесь не около 10 минут а хотя бы минут 30 то исход партии сомнений бы не вызывал и до поры до времени александр играл сильно последовало g6 король f2 конь d4 c3 конь просто отгоняет с поля d4 конь f5 но белый простой план они хотят максимально усилить свои фигуры потом сдвоить ладьи по линии d после чего уже будет создано много тактических неприятностей для аниша то есть черных практически останется единственная стойка при которой конь белый не оскакивает с d6 с решающим эффектом после этого белый откроет второй фронт путем а4 а5 и при нормальной игре победят однако практика скажем так внесла свои коррективы белые сыграли король f3 конь g7 ну собственно черный приступает к зачислению этой стойки при которой ладья d2 ладья d1 не выигрывает сразу ладья d2 король e7 ладья d1 и ну только при таком положении коня и короля белый конь не может никак отскочить с выигрышом качества или пешки или какого-либо другого материала поэтому черные просто сохраняют положение трех фигур неизменным и делают бесполезные ходы ладьёй в данном случае ладья аж на g8 ну фигуры грищука уже усилены практически до максимума поэтому нет смысла затягивать с ходом a4 ну если черные допустят a5 без препятствий на последующем конь b7 или конь e4 то партия долго не продлится поэтому аниш отвечает a6 с идеей после a5 хотя бы ответить b5 и не пустить белую пешку на a6 что было бы крайне неприятно но теперь расслабляется пешка на b6 александр ответил конь c4 где будет d2 в целом размен одной пары ладьет и небольшое облегчение для черных но на оценку позиции конечно принципиально не влияет b5 чайно стремясь контр-регре конь a5 ладьет c8 ладьет d6 pa ну и вот здесь как видим грешок достиг практически полной доминации и вот будь у него здесь хотя бы минут 10 я думаю что он не стал бы мелочиться и забирать эти пешки допуская совершенно ненужную контр-регресс играл бы король e4 черных практически нет ходов а на коне f5 ну по сути это единственное разумное движение следует конь c6 шах король f8 ну и очень сильный очень смачный ход король d5 король усиливается в положении домах все висит пешка на c5 если белая звезд у них будет уже одна лишняя a6 и a4 дрова король плохой пешка f7 слабая таким образом черные по сути практически обязаны брать на d6 но тогда доминация белых игр слишком сильна король e8 единственный наклад который не пропускает пешку ферзи но здесь конь e5 несмотря на приличный материальный перевязок черных их дни сочтены но это было бы достаточно красивым и в общем-то закономерным расходом партии но Александр соблазнился пешками сыграл ладя bc6 черные соответствовали ладя d8 появляются хотя бы намеки на контр-игру уже грозит ладя d3 или a3 попытался российский гроссмейстер зафиксировать все собственные слабости на ферзевом фланге но но здесь прошел удар в сильном пункте аниши ответил a3 ну и здесь у белых все еще оставался большой перевес но уже надо было играть исключительно точно с этим но не справился единственным вариантом который по-прежнему сохранял за белыми перевес был ладя c7 шах это очень важный шах с идеей загнать короля на e6 после чего после взятия на c5 ладя c6 ход последует с шахом и белые заберут пешку на h6 ну после король e6 белые бьют на 3 конем ладя d3 король e4 ладя h3 ладя c6 прошу прощения конечно ладя c5 сначала с идеей ладя c6 и ну черт по сути какой бы ход черные не сделали или кони в 5 или h4 белых большие шансы на победу все-таки две пешки две проходные пешки на ферзе фланги пожалуй в данной позиции важнее чем черная проходная h но нельзя отрицать что черные добивались все-таки некоторые контры и победа была уже далеко не так проста как вот в парианте с 32 ходом король e4 вот а в партии после а3 грищок растирался забрал ба ну и тут уже с обдели как ни странно весь перевес упущен после ладья d3 король e4 слабость на c3 отпала теперь висит на h3 на a3 и на c4 все еще позиция выглядит для белых привлекательно после ладья a3 ладья c7 король e6 ладья f7 но тут нашелся у голландского гроссмейстера сильный ответ кунь e8 после чего весь материал разменивается получилась ничья с одной стороны достаточно обидное упущение для александра грищука с другой стороны все таки на мой взгляд нельзя настолько много времени тратить на выходе из дебюта на естественный если не сказать единственный ход и в общем-то такие вот недоборы очков и половинок в общем-то должны уже дать понять александру что надо что-то с его способом расходовать время менять вот и партия завершилась после ладья a3 король e4 ладья a4 черные просто много раз повторили позицию но это еще далеко не самая странная странная партия из тех что была сыграна в третьем туре в частности самая громкая по именам встреча научить промок мира одного действующего другого бывшего тоже изобиловала неочевидными решениями порой просто слабыми решениями ошибками ну и собственно сейчас увидите как это было снова Берлин в общем-то я думаю поднадоел уже не только зрителям но и самим шахматистам но что поделать дебют очень солидный очень радиоупорный правда в данной партии в табе одной из таби Берлинского анчпиля король e8 h3 слон e6 так мы видим хорошая игра не h5 а именно слон e6 хотя d1 здесь Магнус применил новинку на самом деле слон c5 и у меня лично большие сомнения что эта новинка хороша и что кто-то захочет ее повторить потому что после g4 вполне естественный ход g4 хотя анан судя по затраченного времени уже явно тварил за доской после конь e7 тоже вполне естественный ход конь g5 с идеей в будущем надвинуть пешку f совершенно типичный план для Берлина и компьютер здесь утверждает что черные сохраняли шансы на неплохую позицию после ответа слон c8 которое человеку конечно исполнить очень тяжело это во-первых а во-вторых полной уверенности что здесь все в порядке у черных тоже нет но Магнус конечно сыграл слон d5 и это очень странно потому что слон d5 фактически форсировал приводит к огромному возможно как ни странно решающему перерезу белых по их правильной игре то есть это совершенно очевидно не могло быть его подготовка к этой партии а если это так то это очень странно потому что всего лишь тринадцатый ход и после новинки на одиннадцатом белые сделали самые естественные ходы вот и после слон d5 Анант задумывался не то испугался какой-то дьявольский хитрый идеи которую никто до сих пор указать не смог либо просто его подвело его чувство динамики которая в общем-то в большинстве случаев его не подводит и Анант сделал гулкон же e4 который логичный с позиционной точки зрения сильный но при этом упускающий возможность чуть ли не выиграть партию белые могли играть конь d5 cd ответ вынужденный e6 создавая немного странно выглядящий но тем не менее очень сильный фракпост на пункте f7 f разумеется не обсуждается после конь e6 белый выиграл этот материал поэтому приходит сыграть f6 конь f7 здесь f8 100 на f4 сыграл на пешке c7 c6 ответ вынужденный и здесь очень сильный ход b4 не случайно что именно b4 это то что не видел экс-чемпион мира но с другой стороны даже без этого хода позиция белых выглядит очень привлекательно вот а после b4 слон не может брать на b4 ладья на b1 в дальнейшем на a5 a3 ладья вторгается на седьмой горизонталь и партия заканчивается единственный ход который позволяет немного посопротивляться черном ответ конь g6 bc конь f4 конь d6 король e7 конь f5 король e6 это практически единственные ходы за обе стороны ладья e1 король f7 ладья врывается на седьмой горизонталь ну и невооруженным взглядом видно что если черные спасутся в этой позиции тогда будет просто чудо а никаких разумных и сильных отклонений по пути к ней у них по сути и не было так что это был отличный шанс для вишонтана однако он сыграл вместо конь d5 e6 конь g e4 последовал слон b6 король g2 немного странно выглядящий ход король сам подставляется под связку белопольного слона но белый бывает на то что белопола всегда можно будет разменять а каким то образом готовить f4 все равно надо ладья d8 слон f4 конь g6 слон g3 типовая идея белый цементирует позицию короля на случай h5 h5 hg не пускает черного коня на f4 или на h4 ну и слон на g3 отлично помогает подготовке подвижения f4 h5 все равно последовало f4 hg hg король e7 dh1 слон d4 ну и здесь визуально позиция бешенна тана выглядит очень хорошо большинство комментаторов во время онлайн трансляции тоже считали что чемпиону мира придется изрядно попротеть чтобы спастись в этой позиции на самом деле это далеко не очевидно после конь d5 сильнейший ход конь c3 слон c3 bc король d7 белые вроде бы добиваются всего о чем только можно мечтать то есть надвигается во первочное большинство на хрельском фланге последовало f5 конь e7 но как ни странно не совсем очевидно как здесь добиться прогресса то есть движок пишет что-то в районе плюс 0,5 в пользу белых но не совсем понятно какие нужно делать ходы для увеличения этого перевеса в общем-то она отыграла разумно но ничего добиться не смог последовало ладья на e1 ладья e8 король f3 ладья h1 ладья h1 конь c6 привязываясь к пешке e5 ладья e1 весь магнус сделал очень сильно очень гравотный ход g5 и оказалось что у белых совершенно нет игры то есть они никак не могут оторваться хотя бы одной из своих фигур от пешки e5 король на f4 не подходит король не может пройти через линию e потому что помешает своей ладье защищать пешку поле f4 у белых фигур отняли как у слона так и у короля ладья тоже не отвлекается из-за пешки e5 и в общем-то оказалось что у белых нет усиливающих позицию ходов последовало a4 a6 король g2 король c8 король f2 b6 король f3 король d7 король f2 король c8 и в общем-то все ожидали в этот момент повторения ходов но очевидно ананду было обидно расставаться с партией в которой по итогу на дебюту у него была такая отличная позиция он сделал ход ладья e3 который оказался очень слабым по сути просто проигрывающим идея ухода ладья e3 безусловно была теперь на ответ король d7 белых был бы ход ладья d3 после чего они создают конкретные неприятности для черных и видимо получают некоторый привес а если черные не играют король d7 и делают какой-нибудь другой разумный ход то идея белых заключается в том что теперь появилась дорожка для короля через поля e2 и d3 потому что собственная ладья маршрут для собственной ладьи между полями e1 и e5 уже не будет закрыт даже положение белого д3 по сути ничего кардинально не меняло но намного важнее то что ананту пустил очень сильный и в общем-то очень естественный ответ магнуса конь a5 теперь черный конь переходит на c4 и казалось бы не такая же большая разница с какого поля черный конь будет атаковать белую пешку e5 с поля c6 или с поля c4 на самом деле разница огромная потому что у черных есть тот план который вот я обозначил стрелочками конь становится на c4 черный по-прежнему оказывает влияние на пешку e5 черный играют c6 затем черный играют a5 затем черный играют b5 белая пешка на a4 оказывается под напряжением какое бы решение касательно нее белые не приняли у черных появляется проходная а белые не могут разорваться на два фронта у них полно слабость они проигрывают при нормальном течении борьбы и будучи в своей обычной хорошей форме чемпион мира безусловно должен был довести эту позицию до победы однако произошли очень странные вещи анант очевидно осознал какую грубую ошибку он допустил но что-то делать уже было поздно то есть просто какие-то выжидательные ходы король g2 вот здесь вот мне категорически не нравится ход b5 который сделал магзус совершенно непонятно зачем было дергаться на 39 ходу перед контролем потому что очевидно что ответ у белых единственный после чего анант переходит контроль а вот магнусу как раз таки не хватило нервов чтобы совладать с собой на контролем 40 ходу и он допустил очень грубую ошибку которая повлиял на исход партии вместо b5 намного разумнее было просто сделать ход король c8 ничего не меняющий и на любой ход белых например король f2 просто вернуть короля уже после король g2 разумеется исполнять единственный план позиции связанный с b5 и образованием проходной а почему-то магнус играл b5 сразу разумеется анант исполнил последний шанс ладья b1 но это оказался 40 ход и магнус не разобрался допустил грубую ошибку которая тем более странна что еще и человеческий ход который он сделал выглядит очень странно магнус играл ладья h8 после партии он сам не смог объяснить в чем же идея этого хода совершенно нелогично но по линии h нет ни одного поля вторжения черные отдают контроль над полем e5 ну и этого оказывается достаточно чтобы позиция из выигранной стала лишь немного лучше компьютеры утверждают что после конь e5 в сложных вариантах после аб черный форсированно побеждает я не буду их приводить потому что на мой взгляд намного более практичное и пожалуй сильное решение решением был ход конь d2 конь переводится на e4 конь e4 аб конь g3 король g3 ладья e5 получается ладьяник с равным материалом однако ладьяник проигранной то есть на bc король c6 у черных просто проходная остановить ее невозможно пешки c слабые король быстро приходит на поле c4 ну и в общем белый король навсегда вне игры потому что черный поставит f6 и полностью лишат белых какой-либо контр-игры какой-либо надежды на спасение bc вновь сильнейшая немного больше шансов на сопротивление дает ход c4 ну и даже здесь после cb cb король c7 шансы белых на спасение минимальны и зная технические способности Карлса на больших сомнениях что он довел бы до победы эту партию не было ну вот на деле Багдус допустил грубую ошибку ладья h8 а нам воспользоваться с шансом активизировал слона не считаясь материальными потерями и после слона в 2 кунь e5 аб выигрыш был упущен последовала кунь g4 bc король c6 слон d4 ну совершенно очевидно что слон на d4 чувствует себя прекрасно d8 король g3 черно-кличная пешка они ничего не могут с ней делать последовала кунь e5 ладья b6 король c7 ладья f6 тотальные размены король g4 король bg5 ладья e1 ладья a6 но здесь же можно было соглашаться на ничью спирники сделали несколько ходов и магнус предпочел повторить позицию но на самом деле очень обидное упущение для обоих анант имел большой перерыв по дебюту и мог рассчитывать на победу но а уже после допущенного им досадного промаха совершенно невероятно что шахматист чьи технические способности признаются лучшими в мире по праву не смог довести до победы такую в общем то несложную для него позицию однако это еще не все странности данного тура партия Каруана Накамура произвела еще более шокирующее и поэтому угнетающее впечатление снова Берлин пожалуй Накамура прошу прощения пожалуй Фабиано принял совершенно верное решение избежать берлинского эндшпиля в котором Накамура несмотря на не столь обширную практику применением этого варианта смог достаточно хорошо разобраться сыграл Д3 СНС-5 СНС-6 эта структура оказалась очень неприятной для американского гроссмейстера чьим коньком всегда была игра в осложнениях игра с большим количеством динамики после ДЦ конь Д2 Ферзи 7 в общем то все естественные ходы Б5 ну вот на самом деле многие шокодисты Б5 бы не сыграли сыграли бы скорее Ф6 то он брал и Бладью повели бы коня через Ф8 и была бы совершенно нормальная игровая позиция но Накамура плодает довольно резким стилем и Б5 ход неплохой конь Е3 конь Б6 и вот тут Фабиано решил сыграть на блокаду летел конь Ф5 Хейкару забрал на Ф5 Еф и в идеале итальянский гроссмейстер прощение уже бывший теперь итальянский гроссмейстер ныне представляющий Соединенные Штаты Каруана в общем в его планах очевидно установка коня на Е4 после чего белые заканчивают разбитие предупреждают контры игру черных на ферзево фланг и начинают надвигать пешки на королевском это достаточно неприятный план и на мой взгляд не стоило Хейкару потокать ему мне кажется что очень сильным очень конкретным решением как раз в духе американца был ход Е4 ну и здесь после ДЕ ну ферзь Е4 ничего не меняет черные забирают на Е4 как раз ладья Е8 причем пешка отыгрывается и позиция равна после ДЕ ладья на Е8 белые могут попробовать ее сохранить путем Е5 но здесь конкретно слон Д6 слон Ф4 Ф6 приводит к тому что пешка Е связана практически со всех сторон и после ферзи 4 кон Д5 у черных полноценто контрагра причем на мой взгляд позиция именно в духе Хикаро Нахамуры а вот Фабиана могло бы прийтись тяжело при таком рисунке игры но кого-то так не сыграл сыграл конь Д7 момент был упущен конь Д2 ведет Фабиана своего коня на Е4 и вот то что здесь произошло совершенно не поддается описанию непонятно как человек с рейтингом приближающимся к 2.800 мог исполнять такие ходы как Накамура в этой партии то есть каждому можно смело ставить вопросительный знак от Туи 2 слон Б4 С3 слон А5 совершенно непонятный маневр конь Е4 и Б4 пытаясь хоть как-то его оправдать но теперь пешки С всегда слабы линия С будет очевидно скрыта и белые просто их съедят ладьями никакой компенсации у черных за это не намечается 2.0 ладья Ф на Д8 СБ слон Б4 слон Е3 Ф6 вот здесь Корон допустил небольшую ошибку намного логичнее было просто ладья А на С1 ладья Ф на С1 на любой ход белые просто забирали пешку оставались с одной лишней лучшей позиции блокадным ходом на Е4 и в будущем еще перспективой добраться до черного короля Фобяна решил что С2 ничем не хуже но здесь Хикару взял в себя руки и нашел наиболее упорный способ обороняться и как ни странно в итоге ему это помогло хотя объективно эта позиция выиграна и шахматист уровня Фобяна должен был безусловно справляться здесь с реализацией но после Ферзь С2 кунь Б6 А3 слон Д6 Ферзь С6 Ферзь Д7 оказалось что Короне пришлось меняться на Д7 в противном случае висит пешка на Ф5 и эта позиция хотя вероятно тоже выиграна но без ферзи оказывается что черные способны наладить какую-никакую контрагру связанную с давлением на пешке Д3 и Б2 посмотрите как это произошло безусловно крана и в дальнейшем допускал некоторые неточности но мы на них подробно останавливаться не будем да как мы видим достаточно много уже белых слабостей тоже А4 очень грамотная задвижка теперь пешка на Б2 не сдвинется с места уже видно что позиция не так проста как раньше крана понял что на ферзер фланге ничего добиться не получится пытался открыть второй фронт в общем-то правильное решение но здесь последовала совершенно невероятная вещь как крана мог не сыграть здесь ладья Е3 с переводом ладьи на Е4 и окучивание пешки А4 совершенно неприятно ведь ладья Е3 скорее всего просто объективно выигрывала дело в том что уход в пассивную оборону за черных просто смерти по доме вероятно пришлось сбегать слон С5 но эта позиция просто выигранная потому что белая ладья резко активизируется а черный король плохой но более того после короля Д2 слон Д6 корона не воспользовался вторым подряд шансом перевести ладью на Е4 и выиграть партию здесь конечно уже были некоторые нюансы но все равно после ладья Е3 слон С5 ладья Е4 взяли 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 наш 4 материал равный но после ладья Б4 забрали слон Б4 пешка на С6 падет черта чтобы вызвать проходные еще нужно очень много времени а у белых уже две проходные Б и А и они очень быстро побегут в ферзи скорее всего эту позицию можно оценить просто как плюс-минус строчку ну а каруан сделал еще один вялый ход накабура наконец-то решил не и партия достаточно быстро закончилась ничью потому что здесь у черных уже совершенно полноценная контр-игра если же каруана был бы чересчур амбициозным то после ладья H5 оказалось бы что ладья в принципе с H5 никогда не выйдет и уже белым пришлось бы бороться за спасение ну а в партии два американских гроссмейстера снова как и во многих случаях в данном турнире повторили позицию так что Накамура в очередной раз оделся легким испугом но единственной результативной партией в третьем туре оказалась встреча французского гроссмейстера Максима Ваштела Грава и Веселина Топавова которая безусловно находится в этом турнире в очень плохой форме был разыгран вариант Найдерфа в сицилианке наконец-то хоть какое-то дебютное разнообразие неочередной Берлин в общем-то оба шахматиста являются большими специалистами в варианте Найдерфа у обоих это основной дебют на Е4 но конечно опыт у того опыта у Топавова намного больше и в тонкостях он тоже разбирается получше вот и в этой партии был сыгран модный вариант H3 но в итоге я не буду здесь останавливаться на дебютных тонкостях скажу только что был момент в моей игре когда я тоже играл белый вариант H3 против Найдерфа и вот именно эта позиция стала для меня камнем преткновения потому что совершенно не понимаю как если белые могут на что-то рассчитывать вообще лаграф решил попробовать новомодное конь d5 он бьет d5 ферзь бьет d5 ну и здесь Топавов встретил ладья b8 вполне нормальный ход я совершенно не понимаю на что белые могут рассчитывать после ферзь c7 теперь на ферзь d8 понятное дело конь b6 черные просто хотят развить слона поставить коня на f6 слона е7 но у них совершенно шикарная типичная сицерианская контрагра слона на g2 расположен не очень удачно ну и на мой взгляд просто черным играть удобнее а для b8 в принципе ход ничего сильно не меняет все равно ферзь будет изгнан с поля d5 поэтому он ушел заблаговременно черные сделали сверх напрашивающиеся ходы активизировали все свои фигуры получили типичную вот эту структуру когда пешка с поля е4 перемещается на поле d5 в целом она по идее даже в пользу черных потому что у них есть план с h4 f5 f4 и тому подобное белых особого плана нет решил вошел играть ферзь е2 с идеей в вариантах перетащить ферзя на активное поле b5 топалов продолжил играть в очень хорошие динамичные шахматы не обращая внимания на то что висит пешка на h5 просто слон g5 меняем чертопулов ну конечно взятие на h5 пока невозможно из-за слон g3 ферзь е2 с победой ну последовало слон g5 ферзь g5 у черных нет ни единой проблемы h4 вот здесь на мой взгляд допустил топалов небольшую неточность он сыграл ферзь f6 это очень интересное решение это жертва пешки за определенную компенсацию вполне в стиле топалова но он сыграл просто ферзь d8 если белые играют по аналогии в партии ферзь b5 а в данной позиции это очень слабо черных просто играет слона теперь на a5 уже не возьмешь здесь защищено ферзем а черных собирается пойти ладя c5 изгнать белого ферзя надавить на пешку и просто получить перевес к тому же планы f5 f4 и никто не отменял так что ферзь b5 не проходит ну ладья a на c1 g6 всерез всерез обсуждать не приходится белых слабость на c2 потенциально плохой король у черных ни одной слабости все фигуры шигарные и есть план c5 то есть позиция для шамотиста играющего варятнадерфа просто лучше не придумаешь варятнадерфа 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 ферзь бьет h5 принципиальный по сравнению с партией здесь есть одно изменение в пользу белых теперь на c2 не возьмешь потому что последователь на e4 с вилкой на мат и на ладью а если черные пойдут g6 то белые просто заберут на g6 с победой обратите внимание что при положении ферзя на f6 уже g6 можно было бы пойти верно именно этим у кого остался топалов но на ферзь h5 у черных есть отличный динамичный ход вполне в стиле веселина просто f5 теперь висит на c2 белые получили лишнюю пешку но это пешка на h5 от которой в данной позиции особого толку нет а на c2 давать никак нельзя это пожалуй самая важная самая важная пехотинец позиции белым пришлось в порядке а на c1 ну теперь ферзь d7 с нападением на a4 ну если b3 то просто ладья c3 у черных шикарнейшая компенсация за небольшой материальный уровень поэтому ферзь d8 верно была сильнее чем ферзь f6 ну и ферзь f6 ход неплохой сразу очень интересная идея ферзь b5 выигрывает пешку но теперь бессилин зарегал ферзь e7 ферзь b5 теперь bc2 но вероятно он недооценил следующий ход максима вообще лаграва дело в том что напрашивается ферзь b4 но болгарских шматист я практически уверен что задумал сильнейший здесь ответ ферзь c7 ход выглядит совершенно неестественно хочется пойти слона f6 но на самом деле слона f6 серьезная неточность в этом случае белые могли бы ответить ладья на d1 на ладья f2 ферзь b6 эта вилка в данной позиции приводит к израданному перевесу белых черный пришлось бы отдавать качество на g2 ну вот но очевидно топово ферзь b4 задумал ферзь c7 вместо слона f6 теперь ходу ладья c1 никогда нет слона f6 грозит для b8 грозит пешка на b2 очень слабая пешка на f2 очень слабая то есть вероятно белым пришлось здесь уже бороться за спасение конечно французский гроссмейстер это понял сыграл ладья на c1 сильнейший ответ ладья бьет b2 и ладья b1 довольно любопытно белые гоняются за ладьей но теперь в случае ладья бьет b1 ладья бьет b1 черново временная личная пешка она упадет уже следующим хоном а проходную а белых недооценивать нельзя потому что фигур уже не так много а проходная отдаленная во многих вариантах может проскочить ферзи табалов принял правильное решение сразу ладья a2 последовала ферзь b4 слон a6 создавая контр-игру ферзь b3 ну и вот здесь довольно серьезную ошибку допустил веселин что тем более удивительно потому что сильнейшее продолжение здесь было связано с одним из его любимых стратегических приемов надо было следовать ладья d2 ладья f на d1 ладья f2 ферзь b6 очевидно именно это не нравилось топал его но здесь был ответ ладья bg2 король bg2 по сравнению с предыдущим вариантом у белых нет пешки b здесь слон c8 в черных одна пешка за качество казалось бы этого мало плюс у белых опасная проходная а которая бежит ферзи если мы присмотримся к этой позиции у черных есть два очень сильных плана во-первых они хотят сыграть ферзь d7 с переброской ферзя по белым полям на h3 или g4 а во-вторых именно это мне кажется недооценил топалов есть план с ходом f5 в дальнейшем f4 и белый король вполне может не дожить до коронации белой пешки а эта позиция была бы очень опасная для игры за белых и мне кажется что объективно черных были бы хорошие шансы даже на победу ну вот а последовало слон f1 довольно серьезная неточность ферзя 2 слон g2 король g2 пешка а явно возросла в значимости и вот здесь уже пожалуй веселин допустил решающий ошибку строго единственным было e4 немедленно создавая игру против белого короля на а5 последовало бы e3 здесь уже черные не испытывают проблем потому что ферзь идет на e4 белый не успевает своей игрой связанной с проходной а но если по аналогии с партией белый в ответе ладья b3 то вот именно тут важно что черные ладья остаются на f8 снова черные играют f5 снова начинают создавать проблемы белому королю после f4 и f3 и объективно эта позиция неясная но а топалов сделал вроде как естественно но на деле очень слабый ход ладья а8 но это обозначает то что черные перешли в достаточно глухую оборону а тяжелая фигура на эшпале в котором есть настолько отдаленная проходная пассивной защитой спасти очень тяжело вот и здесь последовало a5 e4 максим сделал очень сильный охотодиа b3 предупреждая всю контр-игру с ходом e3 попытался топалов сыграть f5 но это совершенно уже не то потому что ладья ушла с поля f8 и белая пешка продвинулась на дно в поле вперед fd2 fc7 fb2 здесь веселенно пустил случайный шанс побороться за спасение надо было конечно брать на a5 ферзем и на ладья b7 топалов не заметил хода fc1 совершенно очевидно очень красивая геометрия черно дают на g7 с шахом но после ладья g7 они даже могут пойти к h8 нет ни одного скрытого удара белым пришлось бы менять ферзей получалось ладенье с равным материалом конечно если к нему присмотреться то видно что белый забирает много пешек практически форсирована получается вот такая позиция 3 на 2 вроде как на одном фланге но наверное объективно она выиграна потому что пешка d никак не может помешать образованию двух связанных проходных у белых однако тут французскому шматисту пришлось бы еще попотеть реализация не так проста и все могло случиться но ступалов не заметил входа ферзь 1 сегал ладья a5 здесь последовала ладья b7 в этом была идея жертва пешки ладья a2 такой контрудар но к сожалению он не проходит ферзь b5 ну и последовала жертва отчаяния ладья f2 если бы веселин избрал наиболее упорно ферзь c1 все равно белые побеждали после ферзь e8 король h7 ферзь h5 ферзь h6 ферзь f5 ферзь g6 ну и даже разведная g6 скорее всего выигрывает за белый но самая простая ферзь f4 с таким плохим королем тяжелой фигурной мэншпиле да еще и при материальном дефиците шансов у топалова практически не было поэтому в жестком сайт ноте он пожертвовал ладью на f2 но это привело всего лишь к одному шаху ферзь e2 черный могу дать еще один шах но здесь после отхода королем уже совершенно не остается надежд на спасение и поэтому веселин сдался такой получился третий тур как я уже говорил по сравнению с первыми двумя он в значительной степени серьезнее был насыщен событиями однако по прежнему шахматисты допускают много несвойственных для себя ошибок будем надеяться что в следующих турах качество игры улучшится обзор четвертого тура выйдет совсем ближайшее время а пока всем спасибо за внимание для вас комментировал Никита Петров Субтитры сделал DimaTorzok